Друзья, сегодня я со своего огорода хочу вам рассказать о том, как я выращивала огурчики и вообще реально ли на своем участке в Крыму вырастить огурцы без проблем, без суеты. Вот видите, у меня вот такое вот сооружение. Муж сделал, в этом году я его попросила, потому что прошлый год просто без ничего огурцы у меня поболели очень сильно и вызвала такие народные средства, как сода, как нашатырный спирт. Все это хорошо от определенных заболеваний, где-то помогает, йод, зеленка, но хорошо оно больше как профилактика. Когда есть уже заболевания, все-таки нужно идти в агромаркет и покупать какие-то определенные для этого средства. Вот сейчас мы будем с вами обрабатывать. Я покажу, как и чем я буду обрабатывать огурчики. Именно как я это делаю, будет не очень удобно, потому что у меня нет, к сожалению, человека, который бы меня снимал сейчас. Я сейчас дома одна. Видите, огурчики я поснимала. Примерно килограмм огурчиков я сняла. Сейчас я вам покажу. Вот такой урожай я сейчас собрала. Сегодня у нас 14 июля. Огурчики плодят около двух недель. Видим, что килограмм у нас огурчиков за раз собрался. Это каждый день. Вот так вот собираем. Бывает чуть меньше, бывает чуть больше. Много или мало, конечно. Ну, покушать хватает, хотелось бы больше. И что перед обработкой у нас оставались только вот такие вот меленькие завязи. Вот они у нас растут. Завязи есть. Ее немного, но она есть. Мы сейчас листву лишнюю поубирали. Теперь лучше будет проветриваться огурчик. И, соответственно, больше будет хватать цвета. И будем ждать новых завязей. Они есть, они молодые, но, я думаю, будут развиваться таким образом лучше. Есть блогеры, которые говорят, что нет ни в коем случае, листва должна вся быть. И просто так не надо ее обрезать. Ничего подобного. Если будет слишком сильное затенение, середина на них будет просто проветриваться. И будут листочки просто вот так вот скукоживаться и как тряпочки висеть. Соответственно, и зеленцы не будут питаться и будут опадать у вас или желтеть. Поэтому лишние листья, тем более больные листья, лишние усы, их лучше обрезать. Потому что усы тоже подовносят определенный вред, когда цепляются за зеленец или за листок. Он начинает скручивать, не подается достаточно питание. И таким образом мы получаем потом какой-то больной отросток или больной огурчик. Или пропадает у нас листик, собственно, из-за вот этой вот штучки. Которая называется усики, да? Вот. Смотрите, видите, по низу тоже у меня листового очень мало. По низу я вообще, когда огурцы здесь отходят, я ее стараюсь обрезать. Ствол достаточно уже мощный, питание идет все наверх. И снизу нам ни к чему кормить лишние зеленые побеги, от которых внизу толку мало, а болезней много. Ну, сейчас пойдем обрабатывать. Покажу я, чем его обрабатываю. Ни в коем случае это не реклама, но вот использовать мне предложили в агромаркете препарат фитоверм. Я один раз им пользовалась и действительно помогло. Я какое-то время, ну, это недели три, наверное, я забыла, что такое проблема с огурцами. И сейчас, вот, в последнюю неделю, вот, мы видим, что по листикам, как я вам показывала, появились пятна. Ну, нужно снова обрабатывать. Мы сейчас обработаем. Я надеюсь, мне это поможет. Я обязательно потом вам сниму ролик и покажу, насколько этот препарат все-таки эффективен. Или в прошлый раз это было просто вот совпадение какое-то. Помимо, я опрыскиваю различными народными средствами и использую подкормки. Такую я использую на валун. Универсальная подкормка для растений. Там и азотное удобрение присутствует, и фосфатные микроэлементы различные. То есть, для именно зеленой массы очень хорошо действует. После того, как поливаете, там получается буквально я столовую ложку на ведро воды ложу. И раз в неделю желательно проливать под каждое растение. Как вы видите, у меня растения в огороде зеленые, огурчики. И сейчас пролезем, покажу свои помидоры. Помидоры очень зеленые, ботва вся здоровенькая. Но в этом году у меня другая проблема. Вот смотрите, как в этом году я удобно все сделала. У меня муж сделал такие вот приспособления для помидорок. И думала, ну вообще класс. В прошлом году помучилась с палками, бегала. Помидоры были, но обрабатывать, конечно, было их не очень удобно. В этом году удобная обработка, все. Но завязи очень мало. Потому что, опять-таки, погода у нас в этом году какая-то странная. Фруктов мало, ягод мало. И завязи тоже на помидорах, на огурцах ее очень мало. Вот сейчас обработала, взяла препарат «Завязь». И прошлась обработку провела. Потому что завязи на помидорах, ну буквально на нескольких кустиках, все остальное стоит. Нижняя завязь вся попадала. Сейчас вот цветут они у меня снова. И вот надеюсь, что завязь после этого препарата появится. Бурной кислотой до этого обработала. Говорят, тоже очень хорошо для завязи. Но особо бока эффект не увидела. И вот два дня назад, в пятницу я обработала. Получается, этим препаратом завязь. Посмотрим. Если действительно поможет, покажу, расскажу, что и как. Вот такие вот у нас красивые в этом году. Грозди винограда висят. Ну и тоже на винограде какой-то устойчив к болезнему, который какой-то не очень. Есть плесень. Пойдем обрабатывать огурцы. В общем, друзья, на полтора литра воды. У нас ушло 3 мл этого препарата. Шприцом мы отмерили, залили. Сейчас будем обрабатывать. Вообще, конечно, я нашему ютуб-сообществу очень благодарна, что есть блогеры, которые показывают, как они выращивают, что они делают, как борются с болезнями, делятся своими советами, рекомендациями, наставлениями. Большое им спасибо. И, конечно, в прошлый год у меня огурцы не получилось вообще вырастить. И в интернете как-то не заглядывала. Не думала, что посадив огурцы, там какая-то такая сложность возникла. Действительно поболели и просто пропали. Два сорванных крючка и больше ничего. Помидоры в этом году более так культурно выращиваю. Сделали такие замечательные шпалеры. Это все, посмотрев ютуб-каналы, посмотреть кто как что делает. И где-то внеся свои коррективы, вот муж посмотрел, он сделал немножко по-своему, сделал конструкции, как он посчитал нужным. И я хочу сказать, вот эти вот конструкции, они очень удобны. Вот. И, конечно же, под огурцы, да, под огурцы хорошо делать. Ну, вот мы сделали, как видите, конструкцию такую п-образную. Сверху мы натянули сеточку, чтобы не горели у нас зеленые листики под солнцем. Но, конечно, лучше, когда более широкая, еще есть возможность пленку сверху накрыть. Потому что при наших осадках не очень благоприятных, лучше выращивать под пленкой огурчики. На следующий год я буду думать, как эту конструкцию, вот сама конструкция под огурчиками, она останется такой же, она очень удобная. Но, попробуем просто протянуть пленку от крыши подальше, так и поставить еще пару опор. И сделать пленочку сверху. В общем, оставайтесь с нами, я буду показывать, как у нас в Крыму, что растет. И что лучше выращивать. Потому что далеко не все у нас растет замечательно. У нас клубника растет просто вот как трава, размножается все, но не будет урожая, если за ней не ухаживать с особым способом. У нас очень хорошо растут персики. Но, если не обрабатывать их, их просто съест за один год тля. У нас очень замечательно, даже в Северном Крыму растет инжир. Но, если опять-таки от линии обрабатывать, от этих замечательных пушистых листиков инжира, вот видите, какое дерево стоит. Останутся одни палки. Поэтому, оставайтесь со мной, я вам буду показывать, что и как. Конечно же, была у меня замечательная тут роза. Она сейчас вот свела и дает новые побеги. И все то, что я собираю сейчас, вот мой опыт, это благодаря блогерам, благодаря людям, которые тут живут местные, которые давно с удовольствием занимаются, благодаря родителям, которые всегда держали огород и могут где-то что-то подсказать, сделать. Например, они постоянно пользуются очень удобным, таким хорошим средством, чтобы был красивый, зеленый и здоровый куст смородины. Просто под него подкладывать обычные картофельные очистки. Вот такой вот простой легкий совет. Но он помогает, он действует. И местные, конечно же, знают, что и как делать, чтобы лучше росло. Поэтому пока-пока, оставайтесь с нами.